Друзья, всем привет! Сегодня у меня обнова для моей мастерской. Пришел мне станок вот в такой коробке, вес 75 кг. Давайте же сейчас вскроем эту коробку и посмотрим, что там внутри. Вот чем он комплектуется. Я все это дело разложил на свой стол. И сейчас я расскажу, что это за станок, из чего он состоит, и расскажу о его характеристиках. Так что устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Многие, наверное, уже догадались, это сверлильный станок. Модель GIB DP-15VL. Вот такой вот просто огромный сверлильный станок. Я его приобрел взамен вот такого советского сверлильного станка. Так как данный станок превосходит его по многим параметрам. Тем более, друзья, в интернет-магазине Harverus, где я его приобрел, была хорошая скидка на данную модель. На мой взгляд, этот станок состоит из одних только плюсов. Рабочий стол этого станка изготовлен из чигуна. Очень тяжелый и имеет размер 306 на 306 миллиметров. Для домашней мастерской это просто огромный рабочий стол. Основание у этого станка, как и рабочий стол, сделано также из чугуна. Имеет хорошую, если не ошибаюсь, порошковую покраску. На полу будет стоять очень устойчиво, так как это напольный станок. Что касается размеров, длина 550 миллиметров, ширина 380 миллиметров. Ну а теперь давайте установим на данное основание колонну. Наружный диаметр колонны составляет практически 73 миллиметра. Толщина стенки чуть больше 2 миллиметров. Болты для крепления станины идут вот такого темного цвета, скорее всего вороненые. Теперь хорошенько все это дело протягиваем. Как вы можете заметить, станина имеет отверстия в своих ножках. Они нужны для того, чтобы крепить станок к полу. Ну а я же хочу, чтобы мой станок был мобильный. И для этого впоследствии закажу вот такого типа колесики с фиксаторами. Вот, чтобы можно было его передвигать по мастерской. Единственное, у меня от которых в наличии, они идут плоские и крепятся на саморезы. Но мне нужны вот такие вот, такого типа, чтобы можно было просунуть и затянуть болтами. Далее установим ручку опускания и поднимания рабочего столика. Крепится она при помощи шестигранника, которые также идут в комплекте. Устанавливаем ручку фиксации поворотного столика. И ручку фиксации опускания и поднимания столика. Итак, вот что мы сейчас с вами собрали. Остается установить рабочую голову. Голова настолько тяжелая, что я чуть не родил. Фух! Желательно попросить кого-то из знакомых и установить ее вдвоем. Очень тяжелая. Для фиксации головы на стойке нужно затянуть два вот таких вот винта под шестигранник. Теперь можно установить блок аварийного отключения станка. Также здесь есть отверстие для установки защитного щитка. Крепится она при помощи вот этих двух болтов. И сразу же давайте установим защитный щиток. Крепится он при помощи вот такого барашкового болта. И с его же помощью можно регулировать высоту поднимания либо опускания данного щитка. Теперь установим ручки. Как вы можете заметить, здесь есть специальные прорези для рожкового ключа, чтобы их подтягивать. С противоположной стороны нужно установить ручку для регулировки оборотов шпинделя. Также ее протянуть вот здесь вот ключиком на 8. Теперь пришло время установить рабочий стол. Его можно поворачивать в любую сторону и также фиксировать. Данный станок комплектуется вот такими тисочками. Угол наклона рабочего стола регулируется при помощи вот этой вот шкалы. Максимальный наклон рабочего стола составляет 45 градусов в эту сторону и в противоположную сторону. При помощи вот этого вот винта. Его ослабляем и поворачиваем рабочий стол под нужным вам углом. Остается установить патрон, который также идет в комплекте. Патрон очень добротный. Зажимает от 1 до 16 миллиметров сверла. Устанавливаем конус в патрон, ну а затем уже сверлиный станок. Ну вот, друзья, в принципе, и все. Станок собирается за считанные минуты. Ну а сейчас я вам хочу рассказать его характеристики и почему я выбрал именно вот такую вот напольную модель станка. Он предназначен для работы с крупными заготовками и для выполнения сложных работ. Станок имеет асинхронный двигатель мощностью 750 Вт. Цифровую индикацию значения оборотов шпинделя. Число оборотов шпинделя варьируется от 2750, это максимальное, до 240 оборотов в минуту, минимальное показание. Также в этом станке есть двухступенчатая ременная передача. Обратите, пожалуйста, внимание. Оба ремня пронумерованы и без проблем можно купить такой ремень на Валбересе или на Озоне. Они всегда есть в наличии. Если ремень находится в нижнем ручье вот этого шкива, то минимальные обороты шпинделя будут 240 оборотов. Если перекинуть ремень на верхний шкив, то максимальная скорость шпинделя будет 2750 оборотов в минуту. С двух сторон станка есть вот такие вот винты барашки и вот такой вот рычаг, который предназначен для натяжки ремня. Все очень просто. Ослабляем вот эти вот винты с двух сторон и уже поворотом вот этого рычага делаем натяжение ремня. Затем фиксируем при помощи барашков. Все довольно просто. Вход шпинделя данного станка составляет 102 мм. Максимальное расстояние от шпинделя до стола составляет 750 мм. От шпинделя до основания 1240 мм. Из плюсов, конечно же, хочу отметить, это быстро зажимной патрон бесключевой. Также имеется очень яркий и точный лазер. Вот как вы можете наблюдать. Еще станок оснащен вот такой вот лампой для подсветки рабочей зоны. Включается она при помощи тумблера и светит очень ярко. Если вдруг при работе вы случайно откроете щиток, то станок автоматически выключится. Это сделано специально для защиты. Очень полезная функция. Регулировка оборота шпинделя осуществляется вот этой рукояткой вариатора. Но только при включенном станке. Вот здесь даже наклеена специальная табличка. Давайте теперь проверим его в работе. Так сказать, проведем первое испытание. Возьму сверло на 10 мм. И зажмем это сверло в быстро зажимной патрон B16. Для начала давайте попробуем просверлить профильную трубу толщиной стенки 2 мм. Включаем лазер. Видим, где будет точка сверления. Можно капнуть немного маслица, чтобы сверло не затупилось. Как вы можете наблюдать, станок с этой задачей справляется просто шикарно. Давайте ему усложним задачу. И попробуем просверлить вот такую вот пластину толщиной 8 мм. Ну что я вам скажу. Станок действительно без проблем справляется даже с такой задачей. Я думаю, возьмет и 3-4 см с легкостью. Мощности вполне хватает. Что касается, друзья, вот этого станка, то я его уже выставил на продажу в Авито. Модель его 2М112. Советский станок отреставрированный. Работает идеально. 220. Почему я его захотел продать? Потому что регулировка оборотов здесь осуществляется ремнем. Для меня это неудобно. Поэтому я выбрал эту модель, где регулировка оборотов, во-первых, показывается на дисплее. Во-вторых, без проблем регулируется при помощи вот этого штурвала. Который управляет скоростью регулировки шпинделя. Подведя итоги, друзья, я хочу сказать, что данный станок оправдал мои ожидания. И я доволен просто как слон, что приобрел себе этот аппарат. Ну а на сегодня все. Желаю всем добра, удачи, успехов. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что смотрите мой канал. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok